Язвенный колит В России и во всем мире для классификации протяженности подпоражения применяется монреальская классификация, согласно которой выделяют три формы язвенного колит. Это проктит, когда воспалительный процесс локализуется в прямой кишке, левостороннее поражение с распространением воспалительного процесса до левого изгиба, ранее был термин проктосигмейти, который в настоящее время включает левостороннее поражение, и выделяют распространенное либо тотальное поражение. По характеру течения выделяют острое течение с анамнезом менее 6 месяцев от начала и хроническое, соответственно, более 6 месяцев. В случае, если на фоне адекватного лечения не удается достичь более чем 6-месячных периодов ремиссии, мы говорим о хроническом непрерывном течении заболевания. Необходимо помнить, что язвенный колит – это прогрессирующее заболевание. Со временем у части пациентов проктит переходит в левостороннее поражение, и у 15-16% в течение 9 лет это становится тотальной реформой. По степени тяжести язвенного колита на основании критерия True Love and Width выделяют 3 степени тяжести – легкая, средне-тяжелая и тяжелая. Необходимо учитывать частоту стула, примесь крови, пульс, температура и лабораторные показатели воспаления. Часть пациентов, около 10%, имеют вне кишечные проявления, причем часть из них связана с активностью колита, часть нет. И такие пациенты порой впервые обращаются не к гастроэнтерологу, а к смежным специалистам, дерматологам, неврологам, офтальмологам, что затрудняет постановку диагноза. Необходимо помнить, что у пациентов с тяжелыми атаками язвенного колита повышается риск тромбообразования, особенно на фоне приема гормональной терапии. Диагноз язвенного колита мы устанавливаем на основании клинических критерий. Частота стула более 3-4 раз в сутки, примесь крови, боли в животе на протяжении более чем 8 недель. Также необходимо исключить инфекционную природу данного состояния. Пациентам дается анализ калонопатогенную группу, исключается клостридиальная инфекция, цитомигаловирусная инфекция. И также всем пациентам в обязательном порядке выполняется тотальная колоноскопия. Энскопическими критериями является обязательное поражение прямой кишки, непрерывный характер поражения. И в зависимости от степени тяжести процесса эти изменения характеризуются отеком, гиперемией, отсутствием сосудистого рисунка, наличием эрозии, язв, контактной и спонтанной кровоточивостью. Вероятный диагноз язвенного колита устанавливается при наличии у больного всех 5 перечисленных диагностических критериев. В своем диагнозе мы обязательно отражаем протяженность поражения, характер течения, степень тяжести атаки. В том случае, если у пациента есть гормональная зависимость либо резистентность, это также выносится в диагноз. И в обязательном порядке указываем вне кишечные, либо кишечные осложнения. Примеры формулировки диагноза представлены перед вами. Для лечения язвенного колита используются как препараты 5-аминосалициловой кислоты. 10 лет назад это был сульфасалазин, который обладал рядом побочных эффектов. Позже ему на смену пришел месалазин. Эти препараты являются базисной терапией язвенного колита. При наличии средне-тяжелых и тяжелых обострений применяются гормональные препараты, но длительность их терапии не должна превышать 12 недель в связи с риском развития побочных эффектов. В случае, если мы не достигаем достаточного эффекта на фоне приема салицилатов, либо у пациента гормональная зависимость, к терапии подключаются иммуносупрессоры. В первую очередь азотиаприн. В том случае, если все вышло перечислено неэффективно, следующим консервативным этапом у нас является биологическая терапия. В России зарегистрировано 5 препаратов для лечения язвенного колита. Это и препараты группы антифНО, и антиинтегрина, и янускиназа. Но, к сожалению, часть больных все равно подвергается хирургическому лечению. Препараты 5-аминосалициловой кислоты занимают ведущее место в индукции и поддержании средне-тяжелых и легких форм язвенного колита. Ставим вашему вниманию клинические случаи. Пациент 48 лет, житель АВЛА, инженер. У него нет инвалидности и сопутствующих заболеваний, артериальная гипертензия, по поводу чего он получает гипотензивную терапию. Известно, что с августа 2011 года его стал беспокоить учащенный стул с примесью крови. Обследовался по месту жительства у гастроэнтерологов-практологов. Получал светоматическую терапию. И лишь в ноябре 2011 года он выполняет полноскопию, по данным которой язвенный кололит проктосигматит. Как бы мы сказали сейчас, левостороннее поражение. В качестве противорецидивной терапии ему назначается сульфосалазин в поддерживающей дозе. На фроне его приема дважды отмечались обострения, что требовало назначения гормональной терапии. С 2016 года пациент наблюдается в Государственном научном центре коллопрактологии. На момент поступления в 2016 году у него жалобы на учащенный стул 2-3 раза, периодически с примесью крови. Мы выполняем ему тотальную полноскопию и видим, что процесс уже не левосторонний, а тотальный. И определяется минимальная активность в нисходящей седмовиной и прямой кишке. Пациент переведен с сульфосалазина на месалазин и назначена местная терапия с алицелатами. При контроле через год жалобы сохраняются. По данным эндоскопии определяется минимальная активность во всех отделах толстой кишки. И пациенту рекомендован переход стабилитированных форм месалазина на гранулы в полной дозе в течение 3 месяцев с последующим переходом на поддерживающую дозировку. В 2018 году пациент поступает с частотой стула до 4 раз в сутки с примесью крови в половине из них. И по данным полноскопии уже определяется умеренная активность седмовины и прямой кишке. Что потребовало назначения местной гормональной терапии коротким курсом с последующим переходом на местную терапию с алицелатами. И пациенту впервые был назначен месалазин ММХ в полной дозе на промежуток 3 месяца с последующим переходом на поддерживающую терапию в дозе 2,4 грамма постоянно. Пациент был у нас в марте 2019 года. Клинически его ничего не беспокоит. Была выполнена тональная полноскопия. По данным которой во всех отделах толстой кишки у пациента ремиссия. Но учитывая длительность анализа, пациенту была выполнена хромоскопия. И в максимальной третьей нисходящей кишке определяется ограниченный участок гиперплазированной слизистой оболочки диаметром до 2 см диаметра. Пациенту была взята биопсия, по данным которой, к счастью, признаков дисплазии не было обнаружено. И пациент в дальнейшем продолжает прием месалазина ММХ. Как уже было сказано, что данная форма месалазина является альтернативой, особенно при дистальных формах язвенного колита. Мультиматриксная система обеспечивает доставку 5-аминосалициловой кислоты в зону поражения, пролонгированной в освобождении и максимальную концентрацию лекарственных препаратов на протяжении всех отделов толстой кишки вплоть до прямой, что подтверждается данными сцинтографией. Залогом успешного лечения является не только вовремя поставленный и правильно поставленный диагноз, однозначенная терапия, но и приверженность нашего пациента к терапии. Минимальное количество таблеток и однократный прием наиболее оптимальный для большинства пациентов. В случае мезаванта на период обострения мы назначаем 4 таблетки, доза 4,8, соответственно, для поддержания это 2 таблетки. Что необходимо помнить? Я надеюсь, что для всех уже нет сомнений, что все пациенты с язвенным колитом требуют обязательной противорецидивной терапии. Без лечения у пациентов с язвенным колитом повышается риск развития обострений, осложнений, колорактального рака, что может влечь за собой летальные исходы. Недостаточное и несвоевременное лечение может способствовать прогрессированию заболевания. Поэтому пациентам следует назначать постоянную противовоспалительную терапию, в том числе и как контрпревенцию. Все. Благодарю за внимание.